Утро нового дня. Программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте! Сегодня среда, 3 апреля. У микрофона Алексей Сорокин. В утреннем эфире вы услышите. В понедельник в Уленовск приехали эвакуированные из Белгорода дети в возрасте от 6 до 15 лет. Эвакуировать их в другие регионы страны решили из-за участившихся обстрелов. Всего Уленовская область планирует принять 150 детей. В селе Белый Ключ много родников и ключей с чистой и холодной водой. Но, пожалуй, самый известный – это одноименный родник, который имеет богатую историю. Кроме того, он является памятником природы. Открывает утреннюю программу мой коллега Евгений Слюняев. Он расскажет о знаменательных событиях и интересных фактах, произошедших в этот день. Исторический хронограф Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 3 апреля, отмечаются День рождения мобильного телефона, День рождения штрих-кода и веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки. Православная церковь сегодня чествует епископа Кирилла Катанского. В разные годы истории в этот день происходили следующие события. В 1672 году учреждена Нижегородская и Арзамасская епархия. В 1836 году в этот день принято решение о начале строительства Царско-сельской железной дороги, первой в России пассажирской железной дороги. С 3 апреля 1860 года в Соединенных Штатах Америки заработала Трансконтинентальная почтовая служба. Курьеры верхом на лошадях перевозили по 75 килограммов писем на расстояние до 3000 километров за 10 суток. 3 апреля 1882 года за убийство одесского военного прокурора генерала Стрельникова казнен народоволец Степан Халтурин. А 3 апреля 1885 года немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на свой первый двигатель. Кстати, его мощность составляла всего лишь половину лошадиной силы. 3 апреля 1914 года в селе Новая Малыкла родилась певица Елена Охотина. В детские годы Елена пела в церковном хоре. С 1932 года и по 1937 год работала в хоре Куйбышевского передвижного оперного театра. Несколько лет служила в оперном театре в Алма-Ате. Затем перешла в Мордовский оперный театр. С 1948 года и по 1966 год была солисткой Мордовской государственной филармонии. Елене Охотиной присвоено звание Народной артистки Мордовской республики. 3 апреля 1922 года Иосиф Сталин избран генеральным секретарем ЦК РКПБ. 3 апреля 1933 года работавший в Херсоне советский хирург Юрий Вороной впервые в мире провел операцию по пересадке почки. А 3 апреля 1966 года советская автоматическая станция Луна-10 впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны. 3 апреля 1967 года в Советском Союзе состоялась премьера кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». 3 апреля 1975 года решением Международной шахматной федерации американский гроссмейстер Бобби Фишер официально лишен звания чемпиона мира за отказ отстаивать этот титул в матче с победителем турнира претендентов советским шахматистом Анатолием Карповым, который был провозглашен новым чемпионом мира. Впоследствии Анатолий Карпов дважды отстаивал титул чемпиона мира в поединках с Виктором Корчным, затем после поражения от Гарри Каспарова вернул себе звание чемпиона и еще 4 раза становился чемпионом мира по версии Международной шахматной федерации в 1990-х годах. Специальный репортаж В Ульяновск для санаторно-курортного лечения приехали первые 50 детей из Белгородской области. Среди них есть ребята с особенностями здоровья. Многие страдают различными нозологиями, поэтому в поездке их сопровождают родители и медики. Местами для размещения прибывших стали санатории «Итиль» и «Радон». В течение 21 дня дети пройдут полный курс лечения. Подробнее расскажет министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков. 81 человек, это 50 детей, 28 родителей, один сопровождающий в качестве пионер-вожатого и один медицинский работник. По предварительным данным это дети с различными заболеваниями, поэтому их сопровождают родители. Для оперативной работы у нас создана рабочая группа с участием и представителей МЧС, МВД, Министерства здравоохранения, образования, транспорта. Наши пять специалистов, также сотрудники транспортной полиции, медицинские работники обследуют детишек и их родители, решают вопрос о том, кому будет удобнее в какой санатории расселиться, это в «Итиль» или «Радон». Там уже будет организована и распределена досуговая деятельность совместно с Министерством просвещения, будет выстроен график проведения образовательных процессов, разрабатывается также культурная программа для детей. Как только мы будем понимать, чем увлечены дети, все будет для них доступно. Во время отдыха и оздоровления дети не будут оторваны от учебного процесса. Они смогут посещать уроки в четырех школах. Номер 19, 89, 73 и 74. При необходимости учителя-предметники готовы сами приходить к ребятам на индивидуальные и групповые занятия. Как сообщила министр просвещения и воспитания Наталья Семенова, до образовательных учреждений будет организовано транспортное сообщение. По нашим данным, в списках детей 49 – это дети разного возраста и это дети с разными нозологиями. Поэтому, как только дети будут размещены в санатории, мы проведем анализ детей по нозологиям, сгруппируем их в подгруппы. И, возможно, два варианта развития событий для определения программы обучения детей. Первый вариант – если кто-то захочет из родителей детей непосредственно учиться в классе, ну, посещать нашу школу, мы обеспечим этот вариант. Если нет, то наши учителя будут приходить в санаторий и обучать детей там. С 8 апреля, напомню, у нас каникулы, то есть у нас есть еще люфт недели, для того, чтобы индивидуально каждому ребенку, в зависимости от нозологии, подобрать программу. Определены школы. Две школы – это наши подведомственные для детей с особенностями в развитии здоровья 19-89. И с городом Ульяновском мы проговорили, что рядом находятся школы 73-74. То есть четыре школы уже подобраны. Мы обеспечим и образовательный, и внеучебный процесс. Что касается здоровья детей, то их уже обследовали в поезде. Острых вирусных заболеваний у них не обнаружено. По приезде их осмотрели более тщательно. Пока ребята будут находиться в санаториях, за ними будут круглосуточно наблюдать. На это обратила внимание исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Мария Шалягина. Все дети и взрослые уже на настоящее время осмотрены. Заболевших острыми заболеваниями на данный момент нет. Все протестированы на грипп ковид. Острых заболевших также нет. По пути следования собран анамнез по каждому ребенку и взрослому. Сейчас нуждаемости в госпитализации нет. Все дети и взрослые по местам размещения будут осмотрены врачами и специалистами. Есть дети со сложными диагнозами. Мы окажем всю необходимую медицинскую помощь и лекарственную поддержку. И уже потом займемся оздоровлением. Также будет осуществляться круглосуточное наблюдение по местам размещения силами центральной городской клинической больницы, городской клинической больницы номер один. Также на заседании штаба по комплексному развитию региона обсудили вопросы к подготовке пропуска паводковых и талых вод. Пока что серьезных потоплений не допущено и изменений уровня рек в сторону критических отметок не зафиксировано. Водоотводные канавы и водопропускные трубы функционируют в штатном режиме. Службы ведут постоянный мониторинг зон возможного подтопления. Продолжит заместитель начальника главного управления МЧС России по Ульяновской области Валентин Машков. На данный момент обстановка относительно, можно сказать, спокойная. Но вместе с этим имеются подтопления одного низководного моста в Соленинском районе в населенном пункте Ерикеево. Сейчас на данный момент уровень воды выше полотна составляет 100 сантиметров. Вместе с этим имеются определенные опасения по увеличению уровня воды. На реке Сельцево в городе Ульяновске в поселке Дачный уровень воды за сутки изменился на 58 сантиметров. На реке Большой Черемшан в Новочеремшанский уровень воды поднялся до 28 сантиметров. На реке Сура районный поселок Сурская уровень воды достиг 42 сантиметров. В Большой Ключищенском муниципальном образовании у нас выставлен пост. Имеются также небольшие подтопления к низководному мосту. Сам мост не подтоплен. Пост выставлен, тем не менее, для того, чтобы организовать помощь жителям районного центра. Проблемный вопрос на данный момент все решаются в рабочем порядке. Взаимодействие со всеми службами также организовано. Активное таяние снега началось еще в конце марта. И это быстро стало приводить к подтоплению территорий некоторых населенных пунктов. На локальные подтопления жалуются и жители Ульяновска, и Димитровграда. В частности, на подтопление дорог и дворов начали поступать многочисленные обращения. Слово главе города Ульяновска Александру Балдакину. Работа по минимизации последствий паутки на территории муниципального взорвания города Ульяновска проводится в соответствии с утвержденными планами. Выполнение мероприятия находится на постоянном контроле администрации города. В соответствии с планированной обстановкой на территории города Ульяновска в период пропусков четырех населенных пунктов определено возможное подтопление паутками водами. Это 100 жилых домов с населением 319 человек. Это микрорайон Мостовая, Сельдь, Ворыпаевка и Дачный. Подтопление талами водами по прогнозу возможно в двух населенных пунктах. Это село Боротаевка и село Луговое. Возможная обстановка оценивалась с учетом развития самого неблагоприятного варианта. При этом зон патристафического затопления муниципального образования города Ульяновска нет. На ульшем дорожной сети города Ульяновска противопаводковые мероприятия начались с 19 февраля текущего года. С 1 марта по 19 апреля введено круглосуточное дежурство. Дознашлось лиц администрации городских районов, управляющих компанией, жилищных коммунальных комплексов и муниципальных предприятий города Ульяновска. Для проведения противопаводковых мероприятий создана группировка городских сил и средств, которая составляет 276 человек и 78 единиц техники. План периметивных мероприятий по безаварийному пропуску в весеннюю половодную территорию муниципального образования города Ульяновска выполнен в полном объеме. Организованы взаимодействия и информированные жители, попадающие в зону подтопления. С целью минимизации последствий негативного воздействия паводковых вод реки Свияга на территории населенных пунктов СНТ разработан и утвержден четырехсторонний регламент взаимодействия персонала ТЭЦ-1 и шельской плотины ЭДДС города Ульяновска и ЭДДС Ульяновска района для регулирования уровня воды в период активной фазы прохождения весеннего паводка в 2024 году. С 6 марта текущего года организован контролируемый сброс паводковых вод через ГТС рабочий поселок Ишеевка. На период весеннего паводка в границе к муниципальному образованию города Ульяновска для оперативного мониторинга паводка и обстановки на период активной фазы паводка организована работа подвижных постов по контролю уровня воды в реке Свияга и реке Сеевка в составе представителей администрации районов и маневрной группы поисково-спасательной службы МБУ управления гражданской защитой города Ульяновска. В целях минимизации последствий подтопления микрорайона юго-западной поселка Варапаевка проведены противопаводковые мероприятия по возведению защитных инженерных сооружений. Это водоотводная канава и насыпные дамбы. В районе стыка объезжены трассы А101 и улицы Шигаева. Работы проведены для перенаправления талла воды в естественные углубления, расположенные в районе УКСМ. Протяженность водоотводного канала составила 600 метров, протяженность даб – 170 метров. Все запланы и работы на данном участке выполнены в полном объеме. В настоящее время для ликвидации подтопления МБУ в Доринстрой задействованы 10 бригад на правом берегу 7 и на левом 3. На предыдущей неделе производилась откачка таллахвод по адресам Докучаева, поселок Мостовая, Ростовская, Лихачево, Герасимово, Кузоватская, Железнодорожная и другие. В Заложском районе работало три бригады, откачивались по Филатову, врачам Михайловым, состроителям Пионерской и Заречной. На предыдущей неделе под настоящее время осуществляется очистка дождеприемных решеток колодцев, осуществляется очистка водопропускных труб и открытие отверстий водопропускных труб. Кроме этого, в настоящее время ведется очистка и промывка сетей ливневой канализации горячей водой при помощи трех специализированных каналопромышленных машин. Для откачки талых вод в местах подтопления задействованы каналопромышленные машины, лососы, насосы, андежан и бензиновые мотопомпы. В наличии дорожного ведомства имеется на правом берегу две машины лосос, две каналопромышленные машины и три насоса одежанец. На левом берегу один лосос, одна каналопромышленная и один насос одежанец. Для откачки талых дождевых вод в 2024 году приобретены как раз три водяных насоса одежанец и две единицы бензиновых мотопомп. Ранее были обозначены проблемы в местах, где имеется скопление металлых вод. В Ленинском районе это улица Нариманова, Ветеринарная, Докучаева, Перево-Комсомольский, Дамба, Юности, Пересечение Маяковского. В Засвиярском районе улица УКСМ, Герасимово, Ростовское, Стасово, Блуково, Октябрьское. В железнодорожном районах железнодорожная, Хлебозаводская, водопроводные, Варейсово, Локомотивное. На Взавловском районе это проспект Туполя, Утюленево, Ленинского, Комсомола, Филатова, Сурово, Оренбургско-Пионерский, проспект Антонова. За этими и другими объектами производится откачка, поверхность вод и круглосуточный контроль специалистами МБУ Доримстро. В настоящее время на территории муниципального образования города Ульярса подтоплений не допущено. Александр Егорович, на прошлой неделе было много обращений по подтоплению участков дорог на проезде Инженерном, Антонова и улице Автозаводской в Засвияжье. Скажите, в чем была причина? Там ливневки еще не все были разморожены. Вот сейчас это как раз окончательное мероприятие проводим, чтобы горячей водой размыть эти ливневые канализации. Еще лед стоял, внизу там был замерз еще. Вы слушали главу города Ульяновска Александра Балдакина. Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадио компании «Волга». С 26 по 30 марта в Рязани проходило первенство России под Хэквондо среди юношей и девушек 12 и 14 лет. Ульяновские спортсмены завоевали две бронзовые медали. Иван Мосин в весе 65 плюс килограммов и Дарья Рясова 33 килограмма. Завершилось первенство России по хоккею с мячом среди старших юношей. На льду «Волга-спорт-арены» за награды боролись 8 команд. Красноярский Енисей, Кимеровский Кузбасс, Архангельский Водник, Новосибирский Сип-Сельмаш, Кировская Родина, Хабаровский Ерофей, Маяк из Краснотурьенска и хоккеисты Ульяновской спортивной школы Олимпийского резерва «Волга». Наши юноши стали победителями соревнований, переиграв Хабаровский Ерофей со счетом 4-2. Кирилл Глушенков – победитель первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет. Воспитанник спортивной школы «Борец» на прошедшем во Владимире первенстве России среди сурдлимпийцев по греко-римской борьбе в упорной борьбе завоевал медаль высшей пробы. Поздравляем Кирилла и его тренера Андрея Чернова с отличным выступлением и заслуженным первым местом на пьедестале почета. Фехтовальщики завоевали награды чемпионата и первенства ПФО. В Арзамасе, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по фехтованию на саблях. В личном и командном зачетах приняли участие около 400 спортсменов в шести весовых категориях из семи регионов ПФО. Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Сборная Ульяновской области показала выдающиеся результаты. Мальчики до 12 лет. Артем Себряев – третье место в личных, командное третье место. Взрослые. Дарья Захарова, Кира Колосова, Александра Геремина и Виктория Ярославцева – командное первое место. Молодежь до 24 лет. Дарья Захарова – второе место. Кадетский до 18 лет. Виктория Ярославцева – первое место. Кира Колосова – третье место. Александра Геремина – третье место. В Татарстане состоялись соревнования «Снежный снайпер». Участие в них приняли спортсмены Ульяновской спортивной школы «Рингстар». В первый день первенства наша спортсменка Лейла Фазлеева заняла первое место. А во второй день в дисциплине «Масс-старт» она взяла золото. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Орион» прошли чемпионат и первенство города Ульяновска по тайскому боксу. Участниками стали более 200 юных спортсменов. В чемпионате выступили спортсмены из Ульяновска, Республик Татарстана и Чувашии, Самарской и Пензенской областей, Димитровграда и Старой Майны. Одновременно на татаме проходил и детский фестиваль «Муай-Тай». Всех победителей и призеров ждали медали, кубки и грамоты. Первое общекомандное место в фестивале по «Муай-Тай» на чемпионате и первенстве города Ульяновска заняла команда школы тайского бокса «Чанг». 30 и 31 марта в рабочем поселке Ишеевка на спортивной базе детско-юношеской спортивной школы Ульяновского района прошло первенство Ульяновской области по баскетболу среди девушек 2009 года рождения. Итоги. Первое место – команда «Микс». Второе место – спортивная школа «1» – команда «Надежда» – город Ульяновск. Третье место – спортивная школа «Фаворит» – город Ульяновск. Наш край – Ульяновская область. Белый ключ – название села и известного на всю округу родника. Село расположено в южной части города, на въезде со стороны городов Сызрань и Ново-Ульяновск. В этом месте находится множество родников с прохладной и чистой водой. Самый известный из них – Белый ключ. Объявлен памятником природы постановлением главы администрации Ульяновской области номер 196 от 18 декабря 1995 года. В геоморфологическом понимании территория, где расположен Белый ключ, является частью правого коренного склона долины реки Свияги и водораздельного склона западной экспозиции рек Волги и Свияги. Абсолютная высота водораздела свыше 190 метров. В этом месте находится несколько источников, выбивающих в ложбине, в средней части склона. По дну ложбины течет ручей, образованный отдельно выбивающими на поверхность родниками. Ручей через 55 метров питает пруд, который окружен земляной дамбой. В центре дамбы уложена труба для сброса излишков воды. Территория близ пруда заболочена, поросла растительностью. На берегах произрастают ветлы. Вокруг ложбины с запада вплотную проходит шоссе. С других сторон – плотная застройка. В основании вскрытого скважинами разреза, по данным инженерно-геологических изысканий, залегают нижние меловые глины. Выше залегает толща верхней меловых отложений, представленных глинами и мелом. Мощность водовмещающих пород в пределах исследованной площади колеблется до полутора метров. Химический состав подземных вод. По минерализации воды пресные. По составу гидрокарбонатно-кальцевые, слабощелочные, умеренно жёсткие и жёсткие. Окисляемость около предельно допустимой концентрации. Содержание азотистых соединений и железа также ниже ПДК. Содержание тяжёлых металлов либо очень небольшое, либо они полностью отсутствуют. Родник – это история белого ключа, которую бережно сохраняют жители. Им пользовался ещё род Киндяковых, который проживал в железнодорожном районе. Сам Белый ключ, кстати, был основан в 1811 году надворным советником Василием Афанасьевичем Киндяковым, переселившим сюда шесть дворов из деревни Винновка. Сюда же он из села Криуш переселил 38 дворов. Село быстро разрасталось, и уже к 1910 году в Белом ключе был уже 231 двор с населением около полутора тысяч человек. На 1913 год деревня Белый ключ находилась в Сельдинской волости. Имелась церковно-приходская школа, а около деревни находился хутор Спасского женского монастыря. В 1942 году рядом с селом была проложена железнодорожная Волжская ракада и была основана станция Белый ключ. В 1970 году была организована Ульяновская нефтегазоразведочная экспедиция с целью поиска нефти в Ульяновской и Пензенской областях. Геодезические задания экспедиция успешно выполняла. На базе открытых месторождений в области создано нефтедобывающее управление с достигнутой добычей около 40 тысяч тонн нефти в год. Экспедиция занималась строительством производственных объектов. Постановлением Совета министров СССР было принято решение о строительстве Ульяновской ТЭЦ в селе Белый ключ. Западнее село на правом берегу реки Свияга. В эксплуатацию было введено несколько водогрейных котлов. В 1995 году постановлением мэра города Ульяновска была изменена черта города. В частности, село Белый ключ вошло в черту города Ульяновска. А в 2004 году село вошло в состав городского округа Ульяновска. Знаменит Белый ключ и спортивными мероприятиями. В 2010 году на аэродроме Ульяновского аэроклуба Росто-Досааф состоялся первый Кубок России по вертолетному спорту и четвертый чемпионат Приволжского федерального округа. А 2 июня 2012 года на аэродроме состоялся 47-й открытый чемпионат России по вертолетному спорту. На протяжении последних двух лет, в августе, на аэродроме проходит открытый чемпионат Ульяновской области по парашютному спорту, посвященный памяти гвардии майора Александра Шишкова. Если вы решите побывать в Белом ключе, а заодно посетить одноименный родник, то это не составит труда. Через село проходит трасса М5, а через сам Белый ключ проходит пригородный автобус 110 и пригородное маршрутное такси 103. В самом населенном пункте находится конечная остановка маршрутного такси 96. Вкусно и полезно С вами Наталья Козина и региональный центр общественного здоровья. Специалисты рекомендуют получать белок из разных источников, особенно при отказе от животных продуктов в рационе. Почему так? Белок просто жизненно необходим человеку наряду с жирами и углеводами. Белки состоят из аминокислот. Некоторые из них организм может производить самостоятельно. Остальные достает из продуктов питания. Аминокислоты, которые организм не вырабатывает сам и может получить только из пищи, называют незаменимыми. А вот полный белок содержит все 9 незаменимых аминокислот. Поэтому такие продукты и называют высококачественными. Неполные же белки также могут насытить организм необходимыми аминокислотами, если сочетать несколько источников в течение дня. Те, кто ограничивает животные продукты в рационе, тот сужает выбор полных белков и может недополучать нужное количество аминокислот, а вместе с ними и другие ценные вещества. А как же религиозные посты? Великий пост как раз сейчас идет у православных. Он ведь запрещает употребление животных белков. Пост – это всегда явление временное, не опасное для здоровья человека. Хуже, если человек принципиально отказывается от животных белков. Они в разы ценнее, чем растительные. Слушаем нашего доктора Лилию Кириллину. Животный белок, конечно, предпочтительнее. Организму его легко усвоить и преобразовывать в аминокислоты. Растительный белок – хорошая альтернатива. К ней можно прибегнуть по медицинским показаниям во время диет и поста. Из каких же продуктов его получить? Бобовые. К группе бобовых относятся, собственно, различные виды бобов, фасоль, горох, соя, нут, чечевица, маш, а также арахис. Хотя на потребительском уровне его чаще причисляют к орехам. Все бобовые содержат большое количество растительного белка, который усваивается организмом на 80%. Крупы. Эти продукты по большей части являются результатом переработки злаковых культур. Которые от природы содержат много белков. Овес, пшеница, рис, кукуруза, ячмень достаточно популярны в качестве альтернатива. Крупы насыщают организм не только белком, но и целым спектром необходимых микро- и макронутриентов. Но злаковые содержат глютен в разной концентрации, что может вызвать аллергическую реакцию. Есть две крупы – гречка и киноа, ядра которых не содержат этого вещества. И именно они являются чемпионами в содержании белка больше 12%. Соя. Соевые бобы – самый белковый из растительных продуктов. Он содержит до 50 грамм белка на 100 грамм, что вдвое превышает содержание протеина в мясе. А это не шутки. Соевые бобы перерабатывают, а на выходе получают богатый ассортимент продуктов – тофу, молоко, муку. Изготавливается также текстурированная соя, известная как соевое мясо. Большинство опасений у противников сои вызывает тот факт, что она содержит фитоэстрогены. Белки структурно похожие на эстрогены. Хотя они способны влиять на те же рецепторы организма, но уровень этого влияния весьма ограничен. Для женского организма эти вещества полезны, а для мужского безопасны в небольших дозах. Грибы. Грибы называют мясом вегетарианцев. Хотя они не отличаются рекордными показателями по содержанию белка, но имеют богатый аминокислотный состав. К примеру, шампиньоны содержат 18 аминокислот. Самые богатые белком грибы – сушеные. Такой способ обработки повышает содержание протеинов в 10 раз. Существенный минус грибов – они тяжело перевариваются. Поэтому лучше не увлекаться этим продуктом, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Орехи и семена. Орехи тоже помогают заменить мясо. Несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, они обладают высокой пищевой ценностью. За счет большого содержания жирового компонента. От 45 до 60%. И являются высококалорийными продуктами. На 100 грамм, 550-650 килокалорий. Орехи содержат высокое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганта, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, ВП, Е, жирных кислот, в том числе омега-3. Ежедневное потребление орехов снижает риск ишемической болезни сердца на 30%. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с парами похожих существительных, которые нельзя путать. Гордость и гордыня Гордостью называют чувство собственного достоинства, самоуважения, чувство удовлетворения от успехов, своих или чьих еще. Гордыня – слово с негативным оттенком. А в христианстве это и вовсе один из семи грехов. Это чрезмерная гордость, граничащая с эгоизмом. Так что путать их точно не стоит. А вот стишок, который поможет запомнить разницу. Включи свою гордыню. Что ты правда, как гусыня. А вот гордость пригодится. Важно знать, что ты за птица.